Здравствуйте! Вы смотрите программу «Неделя спорта». Я и ведущий Роман Пленсков. Как обычно, в это время на телеканале «Универтв» и, как обычно, интересная подборка новостей из мира студенческого и мирового спорта прямо сейчас для тебя. Смотри внимательно! Начинаем сегодня со спорта номер один в мире – футбол. Очередной матч студенческой футбольной лиги Республики Татарстан. На этот раз на стадионе «Тулпар» встречались команды Казанского федерального университета и команда Казанского государственного архитектурно-строительного университета. Подробнее о данном матче смотри в репортаже Василисы Дзюбы. 26 мая на стадионе спортивного комплекса «Тулпар» состоялась очередная игра в рамках студенческой футбольной лиги Республики Татарстан. На поле встретились команды КФУ и КГСУ. Спортсмены из строительного университета начали игру, атакуя противника, но федералы хорошо показали себя в защите. Особенно выделялся вратарь, не пропустивший даже самые сложные мячи в первой половине первого тайма. Атакующие также показали себя с лучшей стороны. Один из игроков сумел провести мяч мимо нескольких защитников и обеспечил команде преимущество в одно очко. Однако после этой успешной атаки команда потеряла свой боевой дух. Игроки совершили много ошибок, позволивших сопернику атаковать ворота. И уже к концу первого тайма преимущество оказалось на стороне сборной КГСУ. Есть команда, команда полностью, либо выигрывает, либо проигрывает. Я бы сказал, сегодня матч проиграли из-за собственных ошибок. Сборная строительного университета лидировала и во втором тайме. Несмотря на напряженность некоторых моментов, спортсмены не расслаблялись и выполняли указания тренера, что и помогло одержать победу в этой игре со счетом 3-2 и подняться с последнего места турнирной таблицы. КФУ команда сильная, все они физически развиты, но сегодня мы были их сильнее, поэтому победа за нами осталась. Пенальти, опять-таки же, и в их ворота были, и в наши ворота были пенальти, но концовка нервная была, увидели, удалось удержать победу и выиграли. Василиса Дзюба, Булат Зигангиров, неделя спорта. Теперь говорим о тех, кто данные новости делает о спорте. Именно у наших коллег, 25 мая в шоуруме Казанского федерального университета состоялся мастер-класс от генерального продюсера телеканала МАЧ-ТВ Тины Канделаки. Что именно она рассказывала молодым журналистам, узнавала наш корреспондент Марина Вахаршева. 25 мая в Казанском федеральном университете состоялся мастер-класс известной телеведущей, а ныне генерального продюсера телеканала МАЧ-ТВ Тины Канделаки. В своем выступлении она рассказала об инновационном телевизионном освещении крупнейших спортивных событий, а также ответила на множество вопросов молодых журналистов. Как известно, телеканал Мач-ТВ является стартапом и был запущен в рекордно сжатые сроки. По словам Тины, одной из главных проблем на начальном этапе являлось отсутствие в России на спортивном телевидении звезд, которые благодаря своей интонации создали бы основу федеральному каналу. Канал – это интонация. Когда вы включаете, собственно говоря, первый канал, вы видите Малахова, вы видите Нагиева, вы видите Ларису Гузееву, вы видите огромное количество людей, которые имеют разную интонацию, и благодаря этой разной интонации в совокупности создают вот это полотно канала, ядро канала для телезрителей, которые его, собственно говоря, смотрят разных, которых объединяют разные программы, разный контент. К сожалению, на спортивном телевидении этого не было. Поэтому первое, что мы стали делать, мы стали, естественно, пытаться увлекать спортсменов телевидением. Ну, легенда о Гарри Линекере была первым, что мне рассказали, что, условно говоря, ну не хватает вот Гарри Линекера. Ну и, собственно говоря, тут началась наша охота за спортсменами. Множество вопросов молодой аудитории было задано про киберспорт, который недавно был признан видом спорта. По мнению Тины, основной издачей является поиск голосов киберспорта, а также спортсменов, которые произведут впечатление и заинтересуют новым видом спорта большее количество молодежи. По поводу киберспорта, вот для того, чтобы, собственно говоря, киберспорт стал популярным и стал зрелищным, для этого нужно очень много факторов. Во-первых, вы абсолютно правы найти телевизионный формат с инновационной точки зрения, как интереснее, быстрее, ярче показывать. Потом там тоже Елена Русова, если вы видели, она киберспортсменка. Вот мы ее привлекали вместе с Пашей Занозиной в качестве ведущей. Должны появиться звезды, которые умеют про это рассказывать. Понимаете? Потому что это вот, я считаю, в трансляции одно из самых главных. Ты все равно ведом голосом. Ты все равно ведом рассказчиком, который тебе рассказывает о том, что происходит на экране. Никакая графика, никакие картинки, никакое инновационное освещение без этого голоса не имеет смысла. Большой интерес журналисты проявили к приближающемуся Кубку Конфедерации. На сегодняшний день остается актуальный вопрос о покупке его прав, которые оказались повышены на 30%. Кубок Конфедерации не продается отдельно от Чемпионата мира по футболу. Эти права продаются вместе. Ну и скажем так, так как будет большой ответ по этому поводу всем интересующимся болельщикам, которые ожидали покупку прав на Чемпионат мира по футболу и Кубок Конфедерации, отвечу так. Свет в конце тоннеля уже есть. Это точно. Детали вы узнаете чуть позже. Своё внимание Тина акцентировала на том, что в современном мире спортивное телевидение имеет колоссальный потенциал по сравнению с любым другим телевизионным контентом, так как это единственный телевизионный продукт, который люди захотят смотреть в будущем в прямом эфире. Заканчивая своё выступление, спикер отметила, что спортивная аудитория в России небольшая. И только маркетинг и правильное инновационное телевизионное освещение спортивных событий позволят вовлечь как можно больше новой аудитории в спорт. Марина Вахрушева, Неделя спорта. Студенческий волейбольный сезон подходит к своему логическому завершению. На этих выходных состоялся последний матч в рамках студенческой волейбольной лиги Республики Татарстан среди женских команд. Играли команды Казанского федерального университета и команда Казанского государственного энергетического университета. А уже после этого матча состоялась и церемония закрытия данной лиги. Подробнее об этом в репортаже Влады Антоновой. 26 мая в спортивном комплексе «Тазуче» прошли заключительные игры среди мужских команд чемпионата студенческой волейбольной лиги Республики Татарстан. Мужская команда Казанского государственного энергетического университета в заключительной игре обыграла команду из Казанского федерального университета со счетом 3-2. Далее состоялась церемония награждения команд среди высших учебных заведений Республики Татарстан. В турнирной таблице первое место среди мужских и женских команд завоевали волейболисты из Поволжской академии спорта и туризма. Второе место среди женских команд заняла команда КФУ. Третье место досталось команде КГСУ. Наша цена была в принципе горькая, немножко тяжела, потому что в течение всего семестра наша команда немножко лихорадила, были травмы, но мы настроились и второй круг сыграли, так скажем, с позитивной нотки и заняли в принципе второе место в общем зачете. Наш Казанский федеральный университет занял второе место после Поволжской академии спорта. Среди мужских команд вторая ступень за командой КНИТУ КУХТИ. Третье место досталось также студентам КГСУ. Мужская сборная Казанского федерального университета заняла пятое место в общей турнирной таблице. Победители чемпионата студенческой волейбольной лиги Республики Татарстан, мужская и женская команды Академии спорта будут защищать честь нашей республики на всероссийских студенческих соревнованиях. Влада Антонова, Денис Панкратов, Неделя спорта. Ну и так как у нас еще остается немного времени, предлагаем, друзья, вам посмотреть еще одну часть интервью, которую мы записывали в прошлом выпуске с Александром Дегтяревым. Поверьте, будет очень интересно. Напоминаю то, что полную версию интервью вы можете посмотреть в нашей группе ВКонтакте. Ссылку вы сейчас видите на экране. Ну а сейчас давайте посмотрим еще раз и вспомним, о чем мы говорили на прошлой неделе. Поговорим о футболе, о твоем проекте. Я знаю то, что ты вчера ездил в Уфу на последний тур чемпионата России. Что можешь сказать? Как поездка? Это был, знаешь, самый сложный выезд за историю, за эту непродолжительную историю проекта Фанка. Это был самый короткий выезд. Мы приехали в Уфу в седьмом часу утра и примерно в 10 вечера мы оттуда уже в страхе уезжали. Это было сложно, по крайней мере, потому что нужно было записать достаточно длинный выпуск, а времени на это было маловато. Помимо этого, во время самого матча пошел ужасно сильный ливень, не спасал даже козырек, вся техника, планшеты, телефоны, камеры все промокло насквозь. У меня там, по-моему, даже до сих пор камера не включается, придется в ремонт идти. Ну, в общем, это было тяжело, но эмоции, которые я испытал, которые испытали болельщики на стадионе, они того стоили. Я первый раз за свою жизнь был на матче закрытия сезона, это было круто. То есть, ну, команда Уфа заняла по итогам седьмое место, это ее наивысший результат, насколько ты знаешь. Было классно, мне понравилось. Уфа в целом могла бы пройти даже в квалификационный раунд Лиги Европы, если бы не потеряла очки в некоторых матчах. Ну, я не думаю, что они смогли бы побороться по-хорошему за место в четверке, потому что нынешнему Краснодару и Ростову, да и Тереку в том числе, составить конкуренцию в первую очередь по составу и по скамейке Уфа все-таки не сможет. Да, есть главный козырь, который был, вернее, в первой части сезона очень классный тренер, сейчас пришел Симак, который тоже показывает всем, что он тренер топ-уровня. Но если Уфа хочет бороться за такие высокие места, нужно усиливать в первую очередь состав. Ну, вот как раз про усиление поговорим, причем немного неудачно. Если Уфа изначально, когда они появились в премьер-лиге, считались командой аутсайдеров, и многие говорили, что она долго не протянет здесь, а как мы знаем, она уже, по-моему, третий-четвертый сезон здесь держится, не вылетая в первый дивизион. И команда Рубин, которая дважды становилась чемпионом России и которая, к сожалению, потратив 40 миллионов евро, если не ошибаюсь, сейчас занимает девятое место по итогам чемпионата и оказалась ниже Уфы. Что можешь сказать по этому поводу? Ну, для начала они потратили чуть-чуть больше 40 миллионов евро, а девятое место, это, наверное, результат, который даже по той игре, которую показывал Рубин, наверное, даже хорошо. Потому что команда вполне могла опуститься гораздо ниже, играть сейчас, например, в стыках. Это, в первую очередь, провал менеджмента, приглашение Грассии, абсолютно неготового к чемпионату России, это провал. И если Грассия сейчас не покинет Рубин, это будет еще один провальный сезон. По крайней мере, мне так кажется. Ну, не хотелось бы, конечно, этого видеть, потому что Казань – город футбольный, с историей. Хочется видеть здесь топового тренера, который будет вести такую многомиллионную футболистскую армию, в плане денег, конечно, за собой и поведет к победам. Ну, я не знаю, Рубин в этом сезоне вполне мог добиться хороших результатов в Кубке России. Они, напомню, вылетели в полуфинале. Но не получилось в матче с Уралом. Я думаю, если бы Рубин выиграл Кубок, а если бы они обыграли Урал, они бы играли с Локомотивом, там тоже могло все сложиться. Ну да, и, как известно, обладатели Кубка сразу квалифицируются в Лигу Европы. Да, да, сразу в группу Лиги Европы. То есть, если бы они выиграли Кубок, я думаю, никто бы не сказал, что это прям такой провальный сезон. То есть, вот Локомотив выиграл Кубок, они закончили сезон на восьмом месте, то есть на строчку выше Рубина, и никто не говорит, что это провальный сезон. Хотя, ну, можно сделать скидку на то, что Локомотив так не тратился, они скорее отпускали своих игроков. Но тоже были разговоры о том, что вот Локомотив в финале, до того, как Локомотив выиграл в финале, говорили о том, что если Локомотив не выиграет, это будет провальный сезон. Ну и на этом все. Вот такая у нас выдалась неделя спорта. Что будет дальше, посмотрим. Меня зовут Роман Плинсков. Вы смотрели программу «Неделя спорта». Большое спасибо за внимание. Еще увидимся. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин